Продолжение следует... ...так же, как и другие культуры. Особенно в начале роста рассады ей нужен фосфор для хорошего развития корневой системы, а также азот для хорошего нарастания вегетативной массы. Кроме того, нужны многие микроэлементы для нормального развития и роста рассады. Итак, какие же бесплатные компоненты можно использовать для подкормки рассады томатов? Первый вариант подкормки томатов. Подкормка настоем луковой шелухи. В луковой шелухе содержатся рутин и квертицин, которые являются отличными антиоксидантами. Кроме того, в луковой шелухе содержится огромное количество микроэлементов, а также аминокислоты, полезные для растений. А еще луковый настой отпугивает многих вредителей, таких как грибной комарик, личинки которого могут портить корни рассады. Приготовить настой луковой шелухи очень просто. Понадобится 50 грамм луковой шелухи и пол-литра кипятка. Шелуху помещаем в банку и заливаем кипятком. Настаиваем двое-трое суток и настой готов. Это получится маточный настой. Для полива рассады готовим раствор. Для этого берем пол-литра маточного настоя шелухи и разбавляем в 2,5 литрах чистой воды. И можно подкармливать рассаду. Подкармливать рассаду таким настоем можно 2-3 раза за все время выращивания. Примерно подкормку проводим раз в 2 недели. Нужно отметить, что такую подкормку лучше проводить, когда на томатах появится 2 настоящих листочка. Или после пикировки. Определенной нормы подкормки нет, так как данный настой не повредит рассаде. Можно поливать им без соблюдения строгих дозировок. Способ подкормки это использование дрожжей, либо остатков хлеба. О нем я рассказывал в предыдущих роликах. В дрожжах содержится много легкоусвояемого азота, а также органические фосфаты, которые полезны для развития корневой системы. Дрожжи также хорошо влияют на фотосинтез и полезную микрофлору почвы. Для подкормки готовим дрожжевой настой. Понадобится 20 грамм дрожжей на 3 литра воды. Растворяем обычные хлебопекарные дрожжи в воде. И раствор для полива готов. Таким раствором можно подкармливать рассаду томатов 2-3 раза. Через каждые 2 недели. Но нужно отметить, что при поливе дрожжевым настоем или настоем хлеба могут появиться в почве грибные комарики. Личинки которых опять же повреждают корневую систему томатов. Чтобы обезопасить себя от данного вредителя, в обязательном порядке внесите в почву при пикировке томатов, либо при посеве рассады, метаризиум или баверию. Они справятся с данными вредителями. Еще одной хорошей подкормкой для рассады томатов является банановая кожура. Банановая кожура содержит много фосфора, азота, калия, а также полезных микроэлементов. Для того, чтобы приготовить настой из банановой кожуры, понадобится кожура от нескольких бананов. Ее нужно измельчить и залить в 3-х литровой банке водой. Настаивать 3-5 дней и получится маточный настой. Этот настой для полива нужно разбавить водой в соотношении 1 к 1 и поливать рассаду томатов. Полив также производится каждые 2 недели после пикировки. Как и в случае с подкормкой дрожжами или хлебом, при поливе таким настойом из банановой кожуры могут появиться мошки. Поэтому опять же внесите баверию или метаризиум в почву. Для тех, кто не любит заморачиваться с подкормками, есть отличный способ пролонгированной подкормки для томатов. Ее нужно провести всего лишь один раз и хватит питания до момента высадки томатов в теплицу или грунт. Для этого нам понадобятся обычные зерна фасоли или гороха. В зернах фасоли содержится большое количество легкоусвояемого азота, а также органические фосфаты, которые полезны для растений. Для того, чтобы подкормить нашу рассаду, понадобится всего несколько зернышек фасоли. На стаканчик рассады 200-250 мл понадобится примерно 5 зернышек фасоли. Перед подкормкой их нужно разломать, раздробить. Если использовать целые семена, они могут дать ростки и будут подавлять рост рассады. Поэтому перед применением мы их измельчаем. Можно использовать обычный орехокол, либо использовать кофемолку для крупного помола зерен. Зерна перед применением не нужно размачивать, они должны быть в сухом виде. Тогда все питательные вещества будут поступать к растениям, а также обеспечивать питанию микрофлору почвы. Все перечисленные компоненты являются практически бесплатными и доступны каждому. Не требуется применение какой-либо химии для подкормки рассады. Благодаря таким нехитрым способам подкормки вы получите богатый урожай в будущем. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok